Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что вам сегодня представили Представители правоохранительных органов Какую информацию И с точки зрения понимания Что произошло в этом году Что это было Удовлетворены ли вы тем Как идет ход расследования Как все события с этим развиваются Ну, во-первых, товарищ Смайлов, я все-таки из народной партии Казахстана. Хорошо, да, это постоянно моя ошибка. Да, да, и самое главное, вот ту информацию, которую сегодня силовики предоставили, надо понимать, это информация по состоянию на 14 марта 2020 года. То есть понятно, что мы получили достаточно большой объем информации, мы получили хронологию этих событий, мы получили информацию по ходу расследования всех дел, статистическую информацию, да. Мы получили информацию по тем мероприятиям, которые проведены, получили информацию по подведомственности этих дел. Но в то же время понятно, что часть вопросов, она осталась объективно, пока еще открытой и без ответов, потому что есть свои сроки проведения следствия. Есть свои сроки проведения следственных мероприятий. Я понимаю, что это, и могу с уверенностью сказать, что это не последняя наша встреча. Сегодня точка в этом деле не поставлена, и будет еще точно такой же, думаю, отчет, если надо еще. Потому что есть огромный запрос казахстанского общества, есть запрос граждан Казахстана на получение информации, что это было в январе, кто виноват, что будет потом. И ясно, что расследование требует огромного количества экспертизы, показаний, оперативно-следственные мероприятия, изучения документов, выемка, допустим, выгрузка видеофайлов. Это все время. И вот на сегодняшний день та работа, которая была проведена, по ней силовики отчитались. Но ясно, что еще впереди будут следующие такие итерации, этапы отчета по уже завершенным делам, по уже завершенным делам и в части расследования, и в части судов мы это увидим. И мы эту информацию, естественно, будем требовать. Ну некоторые суды, я так понимаю, будут закрытыми, самые главные над заговорщиками. Вот это вот, если честно, немножко пока никто не понимает. Ну пока относительно закрытости никто не сказал. И в части, да, там часть дел, 15 дел, которые расследует комитет национальной безопасности, они под грифом совершенно секретно. И ясно, что у казахстанского общества еще остался большой вопрос, что это было, кто инициатор, да, кто виноват. Ну в пользу заговора говорит все, да, ничего сегодня нового не было. То есть так мы и двигаемся. Ну, собственно говоря, вот этот вопрос, он будет в дальнейшем, я думаю, ответы на этот вопрос казахстанское общество получит. Просто объективно надо понимать, прошло фактически два месяца, за два месяца тот объем работы, который был сделан, а это немало, 35 тысяч оперативно-следственных мероприятий было проведено, 3,5 тысячи экспертиз сейчас назначено, да, там. То есть это большой объем работы, и его подгонять под сроки в угоду, допустим, каким-то конъюнктурным вещам, но нарушая процедуры, ни в коем случае нельзя. Казахстанцы должны получить очень четкие, объективные, законные, прозрачные ответы на свои вопросы, и следствие должно вестись законно, прозрачно, объективно. Да, и, кстати, сегодня было сказано, это министр МВД, министр внутренних дел сказал, что из 400 задержанных 219 освобождены из-за того, что там вопросы были по пыткам, по незаконности их задержания и так далее. В этом плане, я надеюсь, что наши силовики сработают, ну, исправят ошибки, которые они допустили. В этом плане, знаете, я вам хочу сказать, что депутаты фактически с самого начала вопросы по нарушению прав казахстанских граждан, задержанных, последственных арестованных, они держат на особом контроле. Мы еще в начале февраля выезжали в регионы, выезжали в середину февраля в регионы, посещали следственные изоляторы, встречались с родственниками задержанных, встречались с адвокатами задержанных. И каждый вопрос, каждую жалобу по фактам, по жалобам на факты пыток и превышение полномочий сотрудниками специальных и правоохранительных органов, они взяты на контроль. И мы сегодня видим, что 243 уголовных дела возбуждено в отношении фактов именно пыток. Да. Если можно, у нас, естественно, сегодня вопрос в Мажелесе поднимался по поводу социально-экономических всех процессов. Обязательно с вами сейчас обсудим это, пока господин Саирову также вопрос. Знаете, какого порядка? А почему не парламентское расследование? Вот мне бы хотелось, чтобы этот институт, может быть, мы применили в данном случае? Или, может быть, начали об этом думать уже? Вы знаете, во-первых, давайте мы отметим, что сегодняшнее пленарное заседание по запросу группы «Жаля Казахстан» является тоже в каком-то роду прецедентом за последние 25 лет. После принятия новой конституции в Казахстане еще не было, чтобы по инициативе какой-то конкретной депутатской группы были проведены очень крупные такие вот мероприятия и целое пленарное заседание. Поэтому можно сказать о том, что уже создан политический прецедент. Это очень важно. Теперь, что касается фоторасследований. На самом деле, материалы были очень внушительны. Парламент показал обществу, что парламент держит на контроле весь следственных мероприятий, хотя депутаты не имеют права подменять под собой следственные органы. Но, тем не менее, мажорист парламента, как институт парламентаризма, чувствует запросы общества и сделает все для того, чтобы расследования, следственные мероприятия проходили открыто, транспарентно, и чтобы обществу объясняли каждый шаг, в том числе, если есть какие-то недостатки, нарушения прав подследственных и так далее. Я хотел бы отметить о том, что, например, мы получили четкую информацию о том, что заговор готовился. И это был целый комплекс мероприятий против казахстанского государства, против линии президента республики Казахстан на проведении глубоких социально-экономических и политических реформ. Почему январь? Потому что в последующие месяцы президент Токаев должен был объявить о крупных реформах в сфере общественно-политических процессов, и мы должны были уже перейти в институциональное состояние политико-экономических реформ. Поэтому реваншисты, скажем, хотели поставить палки в колеса. Вот в чем вопрос. И вот на эти конкретные вопросы мы получили массив информации о том, что были реваншисты, которые готовили мероприятия по свержению конституционного строя и законно избранного, легитимного президента республики Казахстан. Только героические усилия и системная работа президента республики Казахстан позволили сохранить мир и территориальную целостность нашей страны. Мы должны понимать, если бы вот это вот в Аханале продолжалось 2-3 дня, то от государственных институтов в Казахстане ничего не осталось. А если у нас нет государственных властей, тогда можно говорить о том, что у нас уже произошли процессы суданизации и реванизации политического процесса. Мы это уже в современной этапе показываем, что для того, чтобы работать против государства, нужно работать против государственных институтов. Вот в этом вопросе. То есть те люди, которые планировали, они четко знали. Но давайте не будем забывать, что у нас серьезно, к сожалению, вот это все, вот наше положение социально-экономическое, то что у нас половина населения живет на зарплату 50 тысяч деньги, о чем говорил президент, вот это сыграло им на руку, это ужасно, поэтому здесь сейчас экономист присутствует. Ну, вы знаете, здесь тоже я хотел бы отметить, вообще, если посмотреть глубже, то вот эти вот январские события, они являются следствием таких вот запоздалок социально-экономических и политических реформ. Да, господин Сергеевич, сейчас, если можно, у нас есть еще один представитель, вот как раз сейчас мы об этом и поговорим, Коныш Бессингазен, зампредседателя управления института экономических исследований. Достаточно ли хорошо сейчас скорректирована вот эта вот социально-экономическая повестка правительства, для того, чтобы мы, не дай бог, опять не пришли к таким событиям? Ну, я не берусь судить о причинах январских событий, но, безусловно, то, что произошло в январе, оно послужило дополнительным триггером для усиления и углубления социально-экономических реформ. И вы это вот недавно только сами услышали, увидели. Для широкой общественности была представлена программа повышения доходов населения. Эта программа была подготовлена по поручению главы государства, как раз он это говорил в своих посланиях и не раз. И, соответственно, вот эта программа, она позволит как раз-таки задействовать те механизмы, которые должны успокоить некое такое настроение у народа. То есть здесь вопросы касаются как косвенные, так и прямые по повышению доходов населения. Ведь у любого государства креугольным камнем является повышение благосостояния доходов населения. То же самое, эта программа, она комплексная, она охватывает разные направления. В частности, есть прямые меры. Там, где государство может повлиять напрямую на заработную плату, например, там повышается заработная плата. К примеру, там будет повышенная заработная плата врачей, среднего медицинского персонала, педагогов, также сотрудников ЦИОН, научно-исследовательских организаций. То есть это достаточно большой пласт населения, у которых напрямую ощутят повышение доходов населения. Другое направление – это как раз-таки молодежь, потому что зачастую в последнее время мы видим, что молодежь недостаточно трудоустроена. И в связи с этим будет вестись специально-направленная работа с молодежью. В плане именно со школьной скамьи будут представлены именно профориентаторы, которые будут направлять школьников со школьной скамьи, по каким навыкам их обучаться, куда их в дальнейшем трудоустроиться. Шефства будут браться над колледжами, крупными предприятиями возьмут шефства над колледжами. То есть для того, чтобы отрыва образовательных программ от производственных необходимостей не было, чтобы именно вот это направление будет вестись. Отдельное направление – социально уязвимые слои населения. Там будут созданы специальные центры поддержки для социального, там, где они могут пройти обучение, переквалификацию, там, где они могут просто взять и получить информацию. Почему мы этого не делали раньше? Вот объясните мне, почему у нас… В конце концов, депутаты почему не поднимали эти вопросы все раньше, чтобы мы не упирались в эти вопросы сейчас? Данил, Народная партия Казахстана эти вопросы поднимала постоянно. Постоянно мы поднимали вопросы роста доходов, роста трудоустройства. Эти вопросы постоянно были в фокусе внимания депутатов, не только нашей партии, но, к сожалению, правительство многие эти вопросы не слышало. Мы говорили о конфликте труда и капитала. И здесь у вас в студии, и в парламенте говорили, и на рабочих группах говорили. Кстати, по вот этой программе повышения доходов населения, с которой сейчас активно выступает правительство, по ней очень много вопросов. Там те же самые группы отмечены, которые уже, в принципе, и слава богу, что на них обратили внимание учителя, врачи там, сейчас вот сотрудники научные добавились, но при этом механизмы конкретные, непонятные, допустим, базовый должностной оклад, так называемый, БДО, с 2016 года не менялся. И этого в программе нет повышения доходов. Нет в программе повышения доходов вопросов, вот которые мы встречались с профсоюзами, и они этот вопрос задавали. БДО там не меняется вообще никак. МЗП у нас поменялся, сам механизм заработной платы он никак не меняется. Когда вы будете влиять, вот я вот, господа депутата, когда вы будете напрямую влиять на правительство? Объясните мне, пожалуйста. Вот, как мой коллега Ирлан Саиров, я также вхожу в группу Жанна Казахстан депутатскую, и на одном из первых наших фактически заседаний группы я говорил о том, что вот в рамках политической реформы, о которой сейчас говорит президент, и которая на самом деле давно назрела, и без которой невозможно дальнейшее поступательное, институциональное развитие Казахстана, нам необходимо что? Нам необходимо вносить изменения в 61-ю статью Конституции, пункт 6-й, которые требуют, чтобы любая депутатская инициатива согласовывалась с правительством, если она затратная. То есть, по сути, да, вот это... Что-то поменяет, если это изменится. Тогда, тогда на самом деле депутаты, они смогут реализовать очень многие инициативы в своих регионах, в отраслях, в экономике. Я недавно дискутировал там с одним представителем правительства, который говорит, мы если эту норму уберем, вы депутаты будете обещать, а денег нет. Я в ответ сказал, слушайте, у вас по прошлому году 1,7 триллиона неэффективно потраченных денег. Это счетный комитет дал. Да, да, денег достаточно. Я бы так сказал. И из них только 1,68 триллиона миллиардов, это неэффективно потраченных государственных средств и активов. Давайте, господин Саирову, дадим слово. Само правительство, оно правильно тратить деньги не умеет. Вот, это важно. Спасибо за это заявление. Господин Саиров, да, два слова добавьте, у нас выходит время прямого эфира. Пожалуйста, что хотели вы сказать? Ну, я хочу сказать первое, депутаты такие вот вопросы поднимают постоянно. И в Национальном совете о общественном доверии, как раз группа, как раз все эти вопросы, вопрос бедности, вопрос социальности, справедливости, мы поднимаем постоянно и целенаправленно. И на основе этих предложений, в большинстве, мы через институт президентства, как раз решаем вопросы профилактики бедности, создания справедливого рынка труда. Поэтому я категорически согласен с тем тезисом, о том, что мы такие вот вопросы поднимаем. Мы не только поднимаем, но и эти вопросы мы, в принципе, и решаем. А вот то, что вот эти вот вопросы, они очень глубинные, так как за 30 лет мы очень многие вопросы, именно касающиеся социальной трансформации, повышения жизни у уровня людей, повышения уровня образования, пытались заливать и все долларами. Вот эти вот процессы политических реформ, процессы экономических реформ, мы должны были провести в начале 2000-х годов. Но некоторые люди не хотели проводить реформы, а вместо этого они хотели заливать деньгами. Но ничего не вышло. История всегда не имеет сохранительного наклонения. Если бы мы реформы проводили сейчас, мы бы не имели сейчас на данный момент такие вот печальные события и печальные такие результаты. Поэтому я хочу сказать о том, что мы эти вопросы всегда поднимали, поднимаем и будем поднимать. Это хорошо, но вот мне пишут телезрители, я на прямой связи сейчас по WhatsApp. Спасибо, друзья, что вы с нами. Во-первых, январская трагедия – это результат отсутствия независимой оппозиции. Вот такое мнение у нас есть. Здесь ничего не изменится, ничего не меняется – это показуха. Вот такое мнение тоже есть. Негатива достаточно, надо сейчас что-то делать, и от депутатов очень многое зависит. Вот об этом я хотел сказать. Здесь, знаете, надо работать и в первую очередь надо правительству, слушать депутатов. И как сказал президент, правительству надо стать по-настоящему слушающими. Вот именно. Почему? У нас время. Есть такая очень хорошая поговорка – если нет хороших дел, не спасет пиар-отдел. Если правительство сейчас реально не начнет реализовать реформы по повышению доходов населения, по снижению цен, по повышению качества жизни, то никакие там красивые лозунги и красивые программы не помогут. Надо работать. Спасибо. Заканчиваю. Спасибо большое. Это была программа «Время говорить». Я напомню, мы обсуждаем каждый день актуальные вопросы. Смотрите и пишите нам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok